Дьявол связан и запечатан Ну да, этот вопрос непростой И в нем путаются, особенно у сектантов Это так называемый хелиазм Тысячелетнее царство, сатанасского он будет А мы отвечаем все во свете Святой Библии И вот нам Святая Библия сейчас покажет Что слово связан Это не означает уничтожен Но лишен силы Как вот собака на цепи сидит Или там в клетке посаженный лев Кривеем 2 глава 14 стих А как дети причастны плоти и крови То и он, то есть Иисус Так же воспринял он ее Дабы смертью лишить силы Имеющего державу смерти, то есть дьявола То есть силы он лишен на кресте У креста, когда Христос был распят Смертью лишить Смертью смерть поправ Ну и Матфея 12 глава 29 стих Или как может кто войти в дом сильного И расхитить вещи его Если прежде не свяжет сильного И тогда расхитит дом его Ну дом это весь мир И преисподняя, где люди находились А Господь-то эти души вывел Вот домом сильного, как правило, называется Вот это видимый нам и мир И ад, преисподняя А вещи это люди Как и Златоус называет, говорит Как листики на дереве Это души людей Ну и получается, если сатана не связан А сектанты и еретики не так учат Тогда Христос никого не спас Ни на земле, ни в преисподней А такая мысль будет кощунственной Вот в первом послании Иоанна 3.8 Прямо говорится Кто делает грех, тот от дьявола Потому что сначала дьявол согрешил Для сего-то явился Сын Божий Чтобы разрушить дела дьявола Для сего-то явился То есть цель его разрушить А как он разрушил? Я баптисту спрашиваю Ни один не может ответить А о том, что связанные падшие ангелы Бесы, там, демоны называют их Лев Толстой черти называл Есть неоднократные свидетельства Из Святой Библии Это мы считаем так У апостола Иуды Шестой стих И ангелов, не сохранивших Своего достоинства Но оставивших свое жилище Соблюдает в вечных узах В цепях Под мраком На суд великого дня Второе послание Петра 2.4 Ибо если Бог ангелов Согрешивших не пощадил Но связав узами адского мрака Предал блюсти на суд для наказания Опять говорится, что связан Связан И в откровение 20-й глаз 1 по 3 стих И увидел я ангела, сходящего с неба Который имел ключ от бездны И большую цепь в руке своей Он взял дракона, змея древняя Которая есть дьявол и сатана И сковал его на тысячу лет И низверг его в бездну И заключил его И положил над ним печать Дабы не прельщал уже народ И доколе не окончится тысяча лет После же сего Ему должно быть освобожденным На малое время Здесь надо понимать Что ангелом назван Ангел Это Как рисует с крыльями существа И кроме этого ангелом Называется сам Христос Вот говорит И ангел сойдет Покажет это у пророка Малахии Вот здесь ангелом Назван Христос Тысячи лет Это не буквально тысяча Это время евангельской проповеди Малое время Это тоже расшифровано 3,5 года 42 месяца 42 месяца Печать Какая печать? Это крестная сила Голговского креста Евангелие от Иоанна 16 глава 11 стих пишет О суде же Что князь мира сего осужден Сегодня дьявол и бесы связаны И побеждаются постом и молитвой Избави нас от лукавого Мы же так и молимся Ну и дьявол уподобляется Сегодня как рыкающий лев На длинной цепи Он имеет власть на теме Кто приближается к нему сам Ну добровольно В первом послании Петра 5,8 Написано Трезвитесь Бодрствуйте Потому что противник ваш дьявол Ходит как рыкающий лев Ища кого поглотить Но Христос дал силу На борьбу и победу Над темными духами зла У Марка в 16 главе 17 статистике говорит У веровавших же Будут сопровождать Сие знамения Именем моим Будут изгонять бесов Будут говорить Новыми языками Вот ныне ему дается Определенная сфера На земле и в воздухе С весьма ограниченными правами Это Ефесянам 2,2 Считать можно В которых вы некогда Жили в грехах По обычаям мира сего По воле князя Господствующего в воздухе Духа действующего Ныне в сынах противления Присутствие дьявола На богослужениях Это видность Жития Антония Великого Макария Александрийского Жития у них за 17-19 января По старому стилю Так что Определенно, четко Тут еще надо понимать Не тысячелетнее царство Определенно А связанности Тут легко видно Иначе он тогда Для того явился Чтобы разрушить дело дьявола А если не разрушил Это не Христос был Обманщик А если разрушил Как разрушил Владышество его Над народами И как может расхитить Если прежде не свяжет Значит он Вывел оттуда душу И вывел Значит он связал его А я вижу Что вот везде Сатана действует Действует В пределах допустимого Вот и все Может ли дьявол Читать мысли человека И как лучше молиться Вслух или мысленно И может ли враг При этом повредить Если будешь молиться вслух Ну видите Тут несколько вопросов Вот как раз Вот это Интервью дьявола Он говорит Мысли мне не дано знать А так кто составлял ролик Очень знал писание Не дано знать Но я говорит Великий профессор Самый великий Я смотрю Человек мимо раз Проходит витрины Второй раз Останавливается Теперь я ему помогаю Обстоятельства так складывать Чтобы точно На что он смотрит На новую машину Она была у него А потом в лобовой атаке Он погибнет Он смотрит на наши жесты Движения Наклонности Он действительно психолог Великий ты А потом предлагает Человеку разное Снеди Пищу Как было показано Видение Святому Макарию Египетскому Поэтому не надо Давать ему повода Смотри Житие святого Сисоя Великого Паисия Великого Нужно постоянно Просить Бога Чтобы он избавил От лукавого От его претензий На наши души Он хочет погубить души И он говорит Давай я тебе сделаю А этот Журналист А не отговорит Плата дорогая Ты что в конце-то будешь Даже здесь И то пока Но видно что Журналист Не православный Ни разу не перекрестился А крестик носит Вообще чудесно было Вот так Ему не дано знать Мысли Особенно верующего 1 Коринфян 2.11 Пишет Ибо кто Из человеков Знает Что в человеке Кроме духа Человеческого Живущего в нем Кроме Так и Божьего Никто не знает Кроме духа Божия А вот я молюсь Я знаю Бог так Ничего ты не знаешь Бог делает так Как ему угодно Мы открываем На молитве Свои желания Перед Богом Молитва Трех ступеней Первая Простительная Я прошу Вторая ступень Высшее Благодарение Получил Не получил За все Благодарите И третья ступень Высшее Ангельское Которое Тебе не надо Ничего Не просить Не благодарить Только Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Боже Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Мы открываем Богу А дьявола Бояться не надо И бороться Просто с ним Не надо Да его надо Побеждать И давить Он как-то Показано было Там Семен Кажется Боролся С ним А он дьявол-то Здоровый Как дерево Никак А ему советуют Ангел Ты руки сзади Крест-накрест Возьми Он взял Он взялся Как сноб Я поднял Кахнул его Об землю Мы от сатаны Отрекаемся В крещении Священник говорит Отрекаешься ли сатаны Трижды Отрекаюсь Плюнь на него И мы плюем Через левое плечо Но иногда Он имеет Свои долги Грехи Поэтому И когда Даешь дорогой Рассчитайся Перед смертью Мне не нужно Что там Он делал И хитство Всякое Злобу Ложь Мстительность Вот святые Иногда Прямо Разговаривали С ними Как было Со святым Аверкием Нифонтом Парфением Я житие Начитывал Знаю Они Предлагали Признание Из бесноватых Войти в них Самих Вот Говорит А куда я пойду Бес Отмечает Он разденул рот И говорит Входи в меня Так дьявол Даже не смел Издать голоса И бежал Полимой огнем Молитвы Вот нам пример Воспевать слух И знать Что тот Кто в нас Господь Он больше дьявола 1 Иоанна 4.4 Дети Вы от Бога И победили их Ибо тот Кто в вас Больше того Кто в мире Вот был случай Это из жизни Одного верующего человека Он стоит перед царем И по лицу его Он замечает Что у него Что-то сегодня Глаза такие Бегающие Если Сталин Замечал Человек Все Погиб А если он еще был Приближенный Виночерпием Через которых Даже отравляли То это Последствия Большие имело Это было написано У Ниеми Книга есть такая 2 глава 1-2 стих В месяце Ниссане 20-й год Царя Артоксерца Тогдашнего императора Было перед ним вино Я взял вино И подал царю И казалось Не был печален Перед ним Но царь сказал мне Отчего лицо у тебя печально Ты не болен Этого нет А верно Печаль на сердце Я сильно испугался Если так Человек Замечает Надо помнить Что дьявол Больше замечает По нашим Движениям Вот иногда Я разговариваю С человеком И приходится Сказать Как вы мои мысли узнали Я никак не знаю Этого у меня нет Я не знаю Вот одна тут у нас Мы писали Кто как обратился К Богу 15-й том Открытым оком И 16-й 84 человека Написали Как они пришли И вот одна девица Пишет Говорит Я ходила везде Говорит И у кришнаитов Была И на исповедь Патриархии Там лоб мочили А душа Неспокойная Нету Одна же Я еду в автобус А народу много Говорит Ну нас оттеснили Там Я едва держусь Слышу Двое разговаривают Впереди что-то слово Бог Христос Вспомянули Я говорю Поближе к ним А Боги говорят Ну вот одна из них Слезла А я ко второй Подошла и говорю Простите А вы-то про Бога говорили А что это такое Какие-то занятия Она говорит Занятия в техническом университете Вот здесь Идут А вы не знаете Разве Она говорит Нет Да прямо напротив Почтового Главпочтамта Барнауля Аудитория 410-я Корпус Да вы что А кто ведет занятия Батюшка Нет Не священник Он не священник Кто ведет Ну его так-то звать Назвали меня И она говорит Я едва дождалась Сказали Во вторник Пятницу В 6 часов вечера Ну думаю Захожу Когда в университет Я гляжу Там объявление висит В такой-то аудитории Я обрадовалась Значит идет И Даже эти Которые пропускают По спискам Ее видимо не заметили Она так и прошла Пришла Она и за дверью Услышала Как я отвечал Вопрос О Иерусалиме К примеру сказать Она думает Иерусалим Это Иерусалим А у меня Свои вопросы У нее 7 вопросов Кажется было Не знала Ну я Говорит Зашла За аудитория Полная И вдруг Прямо Перед вами Одна женщина Встала Говорит Прошла Вряд Говорит Ушла туда Я не знаю Села она или нет А там сзади На последних Одежда Лежала Я говорит Сразу села И прямо Напротив вас И вдруг Вы на меня Посмотрели Перестали Говорить по теме И стали Отвечать на мои Вопросы В том порядке В котором Они у меня были Все 7 вопросов Глядя на меня Ответили Мне не раз Говорили А мне говорили О я много занимался Экстрасенсорикой Там в Египте В Индии Учился Там Что только не говорят Это у меня не было Я не учился Но это записано У меня В 15 томе Для нее Это было Конец прежней жизни Она сразу Увидала Это Бог Делает Так говорит Я это тоже знаю А вы знали Что говорили ей Понятия не имею Бог берет Как рупор Но представь 7 вопросов Не по теме А ставить тему Тут человек встает И отвечает Это нет Но Вольф Мессинг Что-то мог Он говорит Я не знаю От Бога Или от черта у меня А я же молился Начинаем мы Наше занятие Всегда Пели Царю Небесному Утешителю Молитва Первоначальная Но надо еще Сказать Что каждый раз Пели И я говорил Вступительное слово 20-25 минут Ровно 60 проповедей Сказал на эту молитву Разъясняю ее 60 Вообрази И она где-то записана была Люди записывали Ну вот так Мысли Сатана не знает Не знает А поэтому И когда мы вслух выражаем Он может знать Вслух то А как полезно Тайны никакой нет Я например Про себя читаю Но иногда бывает Мысли смущаются Чем-то Ну не знаю чем Я тогда Сразу начинаю вслух читать Чтобы за слова молитвы держаться Вот так А апостол Павел пишет 16 главе 20 стих Послание к Риму И сокрушит Сатану Под ноги ваши Вскоре Сокрушит Под ноги Адаму было сказано И поражай его В голову Вот в голову Мы его поражаем Молитвой Отвержением Утром Когда выходишь К двери подходишь Всегда соверши Крестное знамение Правильно И скажи Отрекаюсь от сатаны И всех Ангелов его Всей гордыни его И всех дел его Открывай дверь Все и иди Тебе ничего не стучится Все рушится Ты свободен Ну вот Это же и называют Обычно прозорливостью Ну да Видимо так У меня это было Настолько Необычно И не один раз И говорит А вы для меня Отвечали Я проповедь говорю Ну я Который там Один у нас был Потеряевки выехал Он подошел Опять вы против меня Только говорили А там у нас Второй священник был Он говорит Миша Что ты выдумываешь Да я считал Против меня А в церкви Мы не называем имена И проще Ян Затаус говорит Он говорит А вы сказали Про машины Покупаете Да то другое А я знаю Что вы ничего Не понимаете В машинах Я говорю А почему ты решил Что я не понимаю Откуда вы понимаете Я на квартире Жил у того Кто ремонтировал машины А я думал Вы не знаете Ну тогда ладно Почему Господь До сих пор Не уничтожил Дьявола Это вопрос Понимаешь Вот я всегда говорю Если вопрос К Богу Так Ну вы молитесь Если Господь Постигла И он прямо Говорит Говорит Совершенно Неправду Он даже Не знает Что говорит Неправду И при том Неправда такая Кажется Ни в какие ворота Не лезет Он Библию не читал Или что А все про Есенина Про Маяковского Там знает Я не хочу называть Потому что Личнего врага Наживать где-то И прямо отвечает И говорит Нет Этого Не бывает Одно это прямо Событие Библейское есть Не бывает Ну и вот Но мы же знаем Что Господь Бог Есть любовь И он Долготерпеливый Многомилостивый И он дает Дьяволу Некоторую свободу В его действиях И сатана Выпрашивает У Бога Объект Нападения Но заранее Предупреждает Бога О результате Своей победы Над служителями Создателя Бог попускает Дьяволу Творить его Эксперимент И над странами И над всем миром А почему Ну Бог Так он допускает Мы увидим А ангелы знают Про это Ангелы знают Он говорит Я бы тоже Рай на земле Построил А какой Тысячелетний Рейх Рай А он всего Тринадцать лет Просуществовал Ну дал свободу Строй Подавился И сдохла Говорит Собака Также Коммунисты Строили Рай Построили ГУЛАГ Как тогда был Горбачев Хотел показать Социализм С человеческим лицом Ужас какой А там Такое чудище Вылезло Все развалилось Вот считаем Книга Иова Вторая глава Третий Шестой стих Эта книга Одна из Древнейших Библий Примерно Как бытие Считается Автор Неизвестен И сказал Господь Сатане Обратил Ты Внимание Твое Нараба Моего Иова Ибо Нет Такого Как он На земле Человек Непорочный Справедливый Богобоязненный И удаляющийся От зла И доселе Тверд В своей Непорочности А ты Возбуждал Меня Против Него Чтобы Погубить Его Безвинно И отвечал Сатана Господу И сказал Кожу За кожу А за жизнь Свою Отдаст Человек Все Что Есть У него Но Простри Руку Твою И коснись Кости Его И плоти Его Благословит Леон Тебя И сказал Господь Сатане Вот он В руке Твоей Только Душу Его Сбереги А до этого Господь дал У него Детей Погубил Все скота Отнял У него Самого Богатого Сделал Самым Бедным И Пришел И Господь Похвалился Вот если бы Бог Не позволил Сатане Искушать Его Его Замысел Построить Светлое Будущее Царство Христа На земле Без Христа То дьявол Говорил бы Что он Может Все делать Как Бог Он Достоин Чести Быть Сонми Богов Это Исаии 28 Из Икиилия Говорит Но Создатель Ему Этого Не Разрешает Не Дает Этому Шанса Доказать Проявить Свои Таланты Дьявол Это Говорит Так Но Дал бы Бог И Бог Дает Разрешает А за Этим Наблюдают Ангелы И После Того Как Новый Эксперимент Длиной В 72 Года На Одной Шестой Части Суши Потерпит Порная Фиаско Видя От Ангела Рука Плещет И Поют Богу Асанну Опять Ничего Не Получилось Не Получилось А Сатана Стоит Он Видит Рушится Здание Он Берет Грязь Щели Замазывает Пророк Говорит И Вот Поэтому Псалом 118 137 Говорит Праведен Ты Господи Справедливы Суды Твои Псалом 6 Тебе Тебе Единому Согрешил Щит Суде Твоем Из Икиля 13 10 14 15 За то Что они Вводят Народ Мой В заблуждение Говоря Мир Тогда Как Нет Мира И Когда Он Строит Стену Они Обмазывают Ее Грязью Скажи Обмазывающим Стену Грязью Что Она Упадет Пойдет Проливной Дождь Испытание И вы Каменные Градины Падете И Бурный Ветер Разорвет Их Преступление Горбачева Ельцина И все Развеется И разрушить Стену Которую Вы Обмазывали Грязью Эту Империю Зла И Лжи Советский Союз Она СССР Называлась Сатанинское Сборище Сумасшедших Рабов И Узнаете Что Я Господь И Стащу Ярость Мою На Стене И На Обмазывающих Ее Грязью И Скажу Вам Нет Стены И Нет Обмазывающих Ее То Они Пятилетку То 20 лет То В 62 Году Никита Сергеевич Хрущев Говорил Нынешнее Поколение Советских Людей Будет Жить При Коммунизме Вот С 82 Года Мы Уже При Коммунизме А то 20 Ну И 82 И там 18 Вот 38 Лет Уже При Коммунизме Живем Ну Вот Так Вот У меня Тогда Вопрос Такой Возник По Ходу Вот Дьявол Подходит Как мы Из книги Иова Увидели Что Он Подходит К Богу И Спрашивает Разрешение На Искушение Иова И Также И по Странам А Получается Вот Он Подходит Допустим Чтобы Допустим Меня Искусить Он Также Подходит К Богу Вначале И Спрашивает У него Разрешение Обязательно Он Разрешили Войти В свиней Даже Свиняне Не могут Войти Даже Просили Разрешение А это Так Образно Сказано Или Он Действительно Прям Подходит А Это Как Можно Понимать А Так Вот Как Разговаривают Люди Между Собой Так И Дьявол Он Принимает Какой То Видимый Образ И Говорит Его Крестным Знаменем Сокрушают А Как Он Бесенок Явился В виде Коня В рукомойник Залез А Иоанн Новгородский Его там Запечатал И Слетал На нем Он В разных Видах Являлся В виде Льва Вот Иоаннов Богослов Там Житие Говорит В виде Черной Здоровья Собаки И Голова Волочилась По земле В виде Женщины В виде Птиц В виде Змеи Так Что Правда Ли Что Космос Это Мир Падших Духов Библия Святая Дает Намек На Это Конечно Это Неправда Космосом Называется Галактика Мир Планет И Переводится С греческого Языка Как Мир Порядок А дьявол И его клевреты Находятся И в воздухе Но до Определенных Пределов У Апостола Павла Посланник Эфесянам Вторая глава Второй стих Есть такое Написано В которых Вы некогда Жили в грехах По обычаю Мира сего По воле Князя Господствующего В воздухе Духа Действующего Ныне В сынах Противления В воздухе И 6.12 Потому что Наша брань Не против Крови И плоти Но против Начальств Против Властей Против Мироправителей Тьмы Века Сего Против Духа В злобу Поднебесной До какой высоты Он поднимается Где он там Действует Не знаю Но космонавты Видели и ангела Пролетающего Окола Иллюминатора И демонов Вот так А космонавты Не подвержены Ли в более степени Действию бесов Если бесы В воздухе Подвержены Были Поэтому Американские Молились А советские Не молились А может быть Молились Да мы не знаем Прямо Вот когда Волков Добровольский Пацавев Погибли И А чего погибли Кто-то Как пальцем Ткнул В корпус И дырочка В палец Получилось И воздух Сразу у них Ушел оттуда И они Сами Сделали Как Проколотый шар Из них Все высосало Всю влагу Сразу Если бы они Были в это время В костюмах И В скафандрах Они бы Остались живы Ну Уменьшали Вес Поворотиться Нельзя Там и проще Такое И погубили Трех человек Вот так Если они Подвержены Космонавту Ну в какой Степени Опять же Вот Кефесянам 2.2 Говорил Это В которых Были некогда Жили эти люди По обычаю мира сего По воле князя Господствующего В воздухе Духа Действующая Ныне в ценах Противления То есть Нечистая сила Находится ныне На земле Как будто так В водах Ниже земли В воздухе Это можем Прочитать Апокалипсис 12 глава 12 стих Итак Веселитесь Небеса И обитающие На них Горе Живущим На земле И на море Потому что К вам Сошел Дьявол В сильной Ярости Зная Что немного Ему остается Времени А в каких Именно Сферах Ну по нашему Сказать Этажи Там Шрастры Как Даниил Пишет Об этом Вот Могут Находиться Нечистые Духи Андреев Мы не знаем Библия Молчит А Златоуз Горячева В Библии Нет О том Не рассуждаем Но Но О том Что У падшего Херувима Всегда Была Мечта Быть На краю Севера Вот Об этом Читаем Исайя 14 13 А Говорил Сердце Своем Зайду На небо Выше Звезд Божьих Вознесу Престол Мой И Сяду На горе В сонме Богов На краю Севера Быть может Это озоновые Дыры Теперь можем Предполагать Они На севере А святы Отцы Говорят О том Что Дух Лести Вошедший В Антихриста Будет Возносить Его В воздухе Как Волхва Симона Но Есть Свидетельства Американских Астронавтов И даже Советских Которые Едва Едва Рассекрещиваются Сегодня Что Они Видели Около Иллюминатора Проплывающего Ангела Все Иврения НЛО Летающих Тарелок И кораблей Есть Бесовская Прелесть Неверующих Но Среди Космонавтов Это Мне даже Известно Не было Ни одного Православного Американец Джейм Ирвин Он Первый Вокруг Луны Облетал Рассказывает О совершенном На Луне Причастии Взяли Причастие И там Причастились На Луне Оставлена Библия В Тартановом Переплете В воздухе Летят Самолеты В которых Находятся И верующие И вот Погиб Допустим Шереметьев Недавно Там Никого Может Верующих И не было И многие Из них Освещены И могут Быть Безопасны Как Колесница Ильи Вознесшегося На небеса Ну Как всегда Это Дух Гордыни Тщеславия Он Не минует Никого Тем более У тех У кого Самодолжность Для прославления Их имени Они любят Где-то записываются Вот Помогали Храм Строить Лужков Там Попов А сами Гомосексуалистов Расплодили Но в конечном счете Это все зависит От человека И как он Предан Ко Христу Вот Семен Стопник Это 1 сентября Житие Дмитрия Ростовского Он едва Не поплатился Жизнью Когда космический Этот корабль То есть Демонская Колесница Подрулил К его Столпу И только Сила Крестного Знамения Спасла его А А воздушный Князь Не добился Своего Он Одну ногу Занес Уже Садится И Господь Пощадил И он Перекрестился И раздался Хохот Грохот И колесница Огненная Исчезла И он Тогда Старался Стоять На этой Ноге Она у него Одна Болела Из нее Черви Сыпались Да Ну В конечном Счете Это все Человек Как-то Предан Христу Это я говорю Про Семена Столбника Первого Сентября Вот так Он Силой Крестного Знамения Спасся Хотя Он Обещал Даже Христу Награду Если Христовство Пытается Воспользоваться Полетом В воздухе Матфея Матфея И говорит Ему Если Ты Сын Божий Бросься Вниз Ибо Написано Ангелом Стоит Заповедает О тебе И на руках Понесут Тебя Да Не Приткнешься Камень Ногою Твоею Считает 90-й Псалом Живые Помощи Сатана А люди Говорят Живые Помощи Считай Сатану Победишь А он Его Сам Считает Ну Вот Так